В Красноярске появился первый двор, оборудованный для экологически чистого прогрева автомобилей. Систему разработали специалисты Экофонда СФУ. На стене обычного многоквартирного дома по адресу проспект Свободный, 81 Г, они установили ряд щитков, которым водители смогут подключать свои машины. Разумеется, на них должно быть установлено оборудование для электроподогрева. Щитки индивидуальные закрываются на ключ, который есть только у владельца. Через телефонное приложение можно запрограммировать устройство, чтобы прогрев начинался в нужное время, например, рано утром, пока сам водитель еще спит. По словам создателей, сам щиток и его установка обойдется примерно в 20 тысяч рублей. Это дешевле, чем знакомые всем системы прогрева. Потребление электричества автоматически учитывается в счете владельца. Ежемесячные расходы, по словам разработчиков, увеличатся незначительно. Один агрегат подогревательный потребляет 2 кВт электроэнергии в час. То есть это в районе до 10 рублей, скажем так. В то время, как за один час прогрева на бензине машина потребляет 35-40 рублей. То есть видна серьезная экономия бюджета семьи. Плюс мы, конечно, помогаем автомобилю сохранять его ресурс. Ресурс двигателя, ресурс масел, которые заливаются и так далее. Экологи СФУ провели собственное исследование, которое подтвердило, что при запуске холодного двигателя в первые минуты его работы выбрасывается в 10, а на некоторых машинах и в 20 раз больше вредных веществ, чем обычно. Этот ядовитый дым попадает в атмосферу города. Система «Умный дом» была создана именно для того, чтобы улучшить качество воздуха в жилых кварталах. Также разработчики тщательно продумали и вопросы безопасности. В связи с тем, что мы все-таки 220 вольт подаем в автомобиль, чтобы это было безопасно, то есть любой ток утечки мимо потребителя, сразу же автомат сработает, выключит подачу электроэнергии, защитит человека. Время срабатывания 30 миллисекунд. Продолжение следует...